С днём рождения. Самое главное – здоровье, 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 ещё раз здоровье. Спасибо, родной мой. Долголетие в семье Сергеенко передаётся по наследству. Так, к примеру, прабабушка Надежда Фёдоровна дожила до 104 лет. Несмотря на солидный возраст именинницы, юбилярша живёт одна и обслуживает себя в большей части самостоятельно. На завтрак любит готовить кашу или сырники. С более сложными бытовыми задачами бабушке помогают справляться социальные работники. Сосзащита очень помогает мне. Всё у меня хорошо, девочки. У меня тренсия хорошая. Всё хорошо. Здоровье только надо побольше. Вот и всё. Войну Надежда Фёдоровна застала, будучи девочкой-подростком. Молодость провела на оборонном заводе. В 18 лет влюбилась и вышла замуж за военного лётчика. После чего больше никогда не работала. Как преданная жена военного ездила за суженным в разные уголки мира. Полностью ушла в воспитание троих детей. Муж не хотел, чтобы я работала и занималась с детьми. И у меня всё получилось, девочки. В Нефтьюганск Надежда Фёдоровна переехала 25 лет назад. Так получилось, что в городе из родных у бабушки осталась только внучка. Дочки не стало. А сыновья живут в Уфе и Донецкой области. Приезжать юбилярша никуда не собирается. Поэтому дети регулярно приезжают в гости сами. Дарья Лунькова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».